На календаре 19 января. 19 января 1891 года епископом Самарским и Ставропольским стал Преосвященный Владимир, в миру Василий Никифорович Богоявленский. В период его управления епархией в Самаре было открыто много церковных школ, основное епархиальное братство во имя небесного покровителя города Самары митрополита Алексия. Служба епископа Владимира в Самаре совпала с неурожаем и голодом в губернии 1891 года и эпидемией холеры. Он лично посещал холерные бараки, благословлял и ободрял страждущих и умирающих. По инициативе митрополита Владимира почти при всех монастырях и храмах были устроены столовые и чайные. В 1895 году заявили о себе и мусульмане. Они начали добиваться права на строительство мечети и медресе. И вот, наконец, глава Самарской епархии Гури дал согласие. 19 января 1895 года он написал в духовную консисторию письмо. «От моего имени уведомляю канцелярию губернии, что препятствий к постройке мечети в Самаре не усматриваю». И в Самаре на улице Казанской, 67, приступили к строительству каменной мечети. Однако денег ее достроить не хватило. О несостоявшейся красоте здания можно судить лишь по сохранившимся чертежам. 19 января 1903 года у будущего писателя Алексея Толстого и Юлии Рожанской родился сын Юра. Его воспитанием уже через месяц пришлось заняться самарским бабушкам, так как сами родители продолжали учебу в Петербурге, где Алексей Николаевич овладевал инженерными знаниями, а его жена – медицинскими. Водопровод стал таким привычным явлением в нашей жизни, что и представить трудно, как без него обходились раньше. 19 января 1912 года в Сызране начали устанавливать водоразборные будки для отпуска воды жителям города. 19 января 1943 года по решению в ЦИК СССР из ряда северо-западных районов Куйбышевской области была образована самостоятельная Ульяновская область. В ее состав вошли города Ульяновск и Меликес, а также 23 сельских района. 19 января в разные годы родились изобретатель паровой машины шотландец Джеймс Уад, отец детективного жанра американский писатель Эдгар По, французский художник-постимпрессионист Поль Сезан, русский живописец Валентин Серов и гимнастка-двухкратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Молодой актер, давно завоевавший симпатии самарских зрителей Павел Маркелов, тоже принимает сегодня поздравления с днем рождения. 19 января православные отмечают крещение. Этот праздник ассоциируется у большинства из нас с крещенскими морозами, самыми холодными днями года. Считается, что тот, кто крещен 19 января, быть ему счастливейшим человеком. Таким же удачным считается заключение в этот день помолвки. А вот насчет погодных примет тут все наоборот. Ясная морозная погода на крещение, напротив, считалась плохой приметой, предвещавшей неурожай. А оттепель в этот день обещала плодородие. Вы смотрели «Календарь губернии». Увидимся завтра.